Привет, друзья! Привет, мои дорогие подписчики! Сегодня у меня вторая варка пива. Первую варку я уже сделал, но еще не пробовал, поэтому начинаю делать вторую. Сегодня я хочу сделать и по английском стиле. Рецепт я взял, конечно же, из книги Марковского «Сам себе пивовар». Но, как я уже понял в процессе своего обучения, что пивоварение – это обычное действие, какое я делаю так же, как и я готовлю что-то вкусненькое. То есть, есть какой-то основной базовый рецепт, и он должен соблюдаться. Но все нюансы, сколько добавить оттенков того или того, они уже идут на усмотрение самого повара. Поэтому дело не в том, что я какой-то особенный экспериментатор или вредный человек, а в том, что у нас не всегда возможно найти все те компоненты для пива, какие нужны. Поэтому сейчас я делаю и по английскому стиле, но мне нужно было 3 сорта карамельного солода с разной цветностью. Из-за того, что это было сложно сделать, я купил всего один солод средней цветности, и думаю, что я угадаю с цветностью. Сейчас я засыпаю весь солод в заторный чан. Здесь у меня нагрета вода до температуры 70 градусов. Я нагрел 12 литров воды. Теперь наношу и проверяю температуру. Классно пахнет. Хорошей овсяной кашкой. Даже намного вкуснее, чем пахнет, когда я варил из овса самогон. Солод натуральный – это большая сила. Сейчас должна получиться температура в пределах 63-65 градусов. 63,5 градуса. У меня на подхвате еще есть немного горячей водички. Я подливаю, как раз будет ровно 14 литров, как написано в рецепте. 64,5 градуса. Выдержка 90 минут. Ждем полтора часа. Прошло уже полтора часа. Затор хорошенечко осахарился. Температура абсолютно не упала. Сейчас нужно поднять температуру до 71 градуса и сделать выдержку 15 минут. Я вылил уже сюда 2 литра воды. Температура абсолютно не поднялась. Мне пришлось еще нагреть немного самого сусла и вылить. Последняя кастрюля, которую я нагрел. Теперь выдержка 15 минут. И начинаем фильтрацию и промывку. Наконец, последняя пауза выдержана. И я приступаю к созданию фильтрующего слоя. Я потихонечку открываю кран. Вот так я создаю промывочный слой. Несколько ковшиков отправляю обратно в заторный чан. Сусло уже очень чистое. Будущее пиво очень красивого цвета. Отличное, прозрачное. Провожу ледную пробу. Все прекрасно. Все сусло уже вышло. Я начинаю промывку. Вот так беру черпак с горячей водой. С температурой 80 градусов не меньше. И аккуратно сверху на сам солод. Таким образом происходит промывка и вымывается весь сахар, который остался еще в солоде. И сюда все опять стекает. Чтобы время не тратить, я начинаю нагревать до кипения само сусло в варочном чане. Пивное сусло уже закипело. Сейчас я обязательно собираю пенку. И буду добавлять первый хмель. Здесь первый хмель должен быть челленджей. Это очень распространенный популярный хмель. Он есть во всех интернет-магазинах. Но как всегда бывает, именно сейчас, где бы я его не искал, его нет. Поэтому я нашел по таблице замены хмелей аналог. Это Нозер Бревер. И буду добавлять его. Он добавляется в самом начале в варки. Варить буду пиво 60 минут. Пенку я собираю для того, чтобы пиво готовое было чистенькое, светлое, без осадка, без мути. Потому что это белочек, который был в самом солоде. Вот он, замена Нозер Бревер. Замена челленджеру. Пахнет супер. Уже настоящая ИПА. А попробуйте можно? Можно, можно. О, пошел, пошел. Вот о чем я говорил. Если резко бросить хмель и кастрюлю под завязку, конечно же, может быть большой выброс пены. Высыпаю второй хмель. ИСТ КЕНТ ГОЛДИНГ. За 20 минут до конца варки. Прошло 60 минут. Я высыпаю последние хмели. НОТЕР Бревер. ИСТ КЕНТ ГОЛДИНГ. И ФАГЛ. Сейчас хмель немного разойдется. Через несколько минут я сделаю верпул и включу холодильник. Для дезинфекции я использую йод. На 10 литров вот такой пузыречек йода. И все, что у меня будет работать или соприкасаться с пивом, я опускаю сюда. Пивное сусло уже остыло. Сейчас я начинаю его переливать в бродильную емкость. Вот так по-настеночкой лить. Аккуратно. И здесь смотреть, чтобы ничего не подцепить. И почти все дело сделано. Вот так легко, просто и быстро варится обалденное вкусное крафтовое пиво. Начальная плотность ИПы у меня получилась 12,5 по моему ориометру. В книге написано должно быть 15. Сладкая, горькая, классно. Я буду использовать дрожжи С04. Пол пакетика настоящих французских дрожжей. ИПа в американском стиле. Так, аккуратно. Бродило, как и написано в книге, 8 дней. Конечная плотность 4. Аромат очень приятный. Такой, в средней мощности. И теперь я снимаю это молодое пиво с осадка. Как всегда, я уже продезинфицировал всю посуду. И теперь просто через силиконовую трубочку буду перецеживать. Когда я после варки пива перелил в бордильную емкость, у меня еще в самом варочном чане осталось много гуще, бруха и много вот такого прекрасного напитка. Я уже молодое пиво заселил дрожжами, засеял, а это осталось. И тут меня осенило. Это же замечательный праймер. Я полностью его отстоял от осадочка, положил в морозилку и заморозил. Здесь очень классный сладкий праймер. Я теперь не буду использовать ни фруктозу, ни декстрозу. Я просто его закипятил, чтобы в нем убить все микробы. И выливаю его вот сюда, в молодое зеленое пивко. Вот так идет уже пенка. Все, приступаю к разливу. Разливаю и по американскому стиле, по бутылочкам. Пока еще я использую бутылки из-под обычного магазинного пива. Я их хорошо промыл. Потом, как всегда, провел обеззараживание йодом. И теперь делаю разлив. Бутылочки наполняю не до верха, для того, чтобы осталось место для углекислого газа. Я сжимаю бутылочки, чтобы из них вышел полностью весь воздух. И тогда для карбонизации не будет никаких препятствий. Весь объем бутылки заполнится углекислым газом. Она распрямится, раздуется. И пивко будет классное. Я буду хранить бутылочки в вертикальном положении, в темном месте. Недельку при обычной температуре. А потом беру их в погреб. Все бутылочки я подписываю. Ставлю дату и название стиля пива. Ипо в английском стиле абсолютно изменит все ваши представления о пиве. После того, как мы пили лагерь, обычный легкий светлый лагерь, конечно же, Ипо, индийский пейл, эль. Это вообще взрыв вкуса. Настолько классно. Вечером, на природе, прохладка, ветерок и пиво холодное. Какое же оно вкусное. Класс. Друзья, если вам понравилось мое видео, как я варю пиво, подписывайтесь на мой канал, ставьте вот такие огромные лайки. Ссылочка для подписки вот здесь внизу, вот здесь рядышком есть колокольчик. Нажимайте на колокольчик, и вы будете всегда в курсе всех новых видео на моем канале. И помните, кухня – это самое спокойное место. Продолжение следует...